Друзья, что сегодня будет? Сегодня будет обалденный выпуск, я уже это чувствую. Даня, привет. Привет. Дуже цикавый гисть, дуже. Ну, во-первых, я могу тебя назвать номер один по доставке товаров из Китая. Конечно. Назвать можешь, да? Майстер спорта по доставке из Китая, по-моему, так будет краще. Супер. У меня очень много зрителей и бизнесменов, которым, я уверен, будет очень полезно знакомство с тобой. Сколько ты уже, 6 лет занимаешься? 6 рокин. Так, этого года уже будет 6. Официально еще 5, но уже врахуем как 6. И ты доставляешь абсолютно все. Вот нет никаких границ. Нет. Что можно тебе замовить? Замовить можно будь-что. Это техника. Взагалі, все, что нас уточивает, это большая из этих предметов, которые приехали из Китая. Співпрацюем мы. Мы, взагалі, позиционируем себя как надежный партнер по співпрасти с Китаем. Но если ты делаешь, например, в себе ремонт в квартире или в доме, то не питание, мы тебе доставим мебель, сантехнику, або будь-что, что тебе нужно. Будут какие-то материалы на стелю, освещение или будь-что. Ну, а взагалі, мы нацелені на бизнес, невеликий, средний и крупный бизнес. Тобто, мы співпрацюемо с блогерами, співпрацюемо с вырубницами, с вырубниками, співпрацюемо с торговыми компаниями, співпрацюемо с товарниками. Все категорії бизнесу мають в цьому потребу, и мы всіх можем обслуговувати. Навіть, навіть, если бы так здавалось, я бачил, что в тебе был выпуск с Агенцией нерухомостей. Так, з власницею. Навіть їм, навіть їм це потрібно, тому що вони там іноді купляли. У нас були вже такі кейси, коли купляли там новорічні подарунки і обирали щось своє, ну, якісь там вироби, підставочки чи так далі, які просто брендують під себе. Оригінальні якісь. І відправляють, так, брендують під себе і відправляють своїм клієнтам. Тому навіть в них є така потреба. Чудово. Але це не головна тема сьогоднішнього дня, бо то твій бізнес, він є. Ми зустрілися з Данілом і він каже, Сан Санич, у мене є хобі. Я дуже полюбляю пінний, пінний, не пій, так, скажімо так. І відкрив півною, так? Поки першу, скоро буде багато. Але, я ж кажу, це місце, куди по дорозі додому можна зайти і отримати насолоду від смачного пива. І отримати насолоду взагалі від того, що це мій заклад. І це, скажімо так, просто для того, щоб відволікти свою свідомість від звичайної роботи. Тому, от, я ж кажу, вирішив це зробити. І основне те, що я полюбляю пиво і полюбляю речок. І, звісно ж, розумію, що речка чорноморського, якого не було, сподіваюся, зараз підемо. Поцікавимось, ми знаємо міста, якщо, тобто, сьогодні ми познайомимося з тобою як з бізнесменом, який має півний заклад. І я дуже сподіваюся, що в кінці ти нас запросиш гості, ми подивимось. Я знаю, що тут недалеко, на вулиці Преображенській. Там, що буде бонус, там буде цікаво. Супер. Для тебе буде це цікаво, бо ти подивишся, що є на ринку. І, може, якось собі ще асортимент розшириш, так? І, заодно, я попрошу тобі, щоб ти розказав нашим глядачам, як можна відкрити такий півний заклад. Подивишся такою інформацією. Добре, це не питання. Друзі, тоді не тянемо от того, покажи, от того песика за хвіст. Бо йому буде дуже боляче. І у нас немає часу. Ідемо на рибний привоз. Подивимося, що сьогодні можна купити, за які гроші. Також у нас є опція, ми беремо номера телефонів продавців, для того, щоб продукція, яка людям сподобалася, вони могли одразу подзвонити і собі заказати, замовити. Ну, так, бо люди можуть бути з інших міст. Так, у нас дуже багато людей. І, до речі, у тебе теж може бути така функція. Ну, я знаю, що ти націлений на сітку, то ти можеш сітку відкривати не тільки в Одесі. Ну, побачимо, побачимо. Для Одесітів, до речі, це такий, щоб додивилися точно відео до кінця, ми дамо всім гостям нашого закладу за те, що людина приходе, робить згадування, ну, там, сторіс або пост викладає, показує касиру, і ми дамо 0,5 пива на дегустацію безкоштовно. А де це саме можна буде втримати, то це вже в кінці, але я же причуваю, що там буде у тебе черга, я не знаю, там, до старого Портофранковської, мамось. Хоч би в пива вистачило тепер. 8 серпня сьогодні, друзі. Йдемо, йдемо на привоз туди. Альонка, я рад, я рад, я рад вас видеть. Я стою тетя Катя, покажите тетю Катю, покажите тетю Катю. Будем знайомі. Боже, які руки холодні. Холодні руки? Да. Ну, он горячий, он сказав, у него серце горяче. Это Даня. Даня у нас красавчик, он 6 лет занимается поставкой товара из Китая. Представляешь? А каким товаром? Любой. Вот, что тебе надо, ты можешь себе заказать. Что, даже продукты? А какие условия, чтобы себе заказать, что нужно? Минимально какая сумма может быть? Минимально комиссийно, которое мы получаем, это 100 долларов. А что, на какую сумму вы замовляете? Різницы немає. Якщо вы робите собі ремонт, например, можете меблі замовити повністю в дом. Сантехніку, будівельні матеріали, все, що потрібно. Террасную дошку, ламінаты, це будет точно вдвічі дешевше, ніж купувати тут в магазине. Навіть на оптовій базі таких цін не знайдете. Вот так вот. И вы даете полностью гарантію на все? А це моя відповідальність. Я ж тут, тому я несу відповідальність. А, то есть мы приезжаем к вам на фирму и забираем ее? Не, заключаете договор. Мы поставим, куди вам треба, але для того, чтобы сделать замовление, мы можем сделать это в Вайбере, в Телеграме, а вы приезжаете до нас в гости. Мы тут недалеко. Будівля Паритет, Велика Арнауцька, 78А. Вот, 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 вот. Ось така террасна дошка. Я знайшла, побачила, мені сподобалась. Ми кажемо, добре, беремо декілька годин на те, щоб знайти постачальника в Китаї. Знаходимо, кажемо, ось така ціна, ось така вартість доставки. Ви кажете, ого, нічого собі вигідно, все, давай замовляємо. Якщо вона приходить, якась там бракована, поцарапана, або там, все, кинув, постачальник взагалі не приїхала, тут це моя відповідальність. Я або компенсую грошима, або замовляємо ще щось на заміну. Мы находим выход из любой ситуации, потому что все равно в жизни поправляется будь-что и может быть будь-что заводное. В 95 випадках все хорошо, но про это нужно знать. 5% может быть, да? Да, но поправляется. Но вы про это не принимаетесь, потому что это уже моя проблема и моя зона ответственности. Вы дали деньги, сделали замовление. Вы получаете то, что вы купили, стоит 100%. То есть это только строительное или можно... Все, что хочешь, Альонка? Можно все, что угодно, но я говорю, что с продуктами и продуктами мы не работаем. Нет, не продукты, допустим, велосипед, электронные скутеры. Конечно, не питание. Все скутеры, оно и коштует, если оно там файное, гарное, оно и коштует дорого. Тут, ну, гарный, если, знаете, есть электромотоциклы, они тут 2-3 тысячи долларов стоят, вдвече дешевше можно придбать, и будет выгодно, потому что это и минимальный порог нашего комиссийного, что там 100 долларов, мы берем або 10% от суммы, то вы порог цей проходите, и все легко. Ну, это классно. Все, что хочешь. Я просто давно уже хотела... Конечно, если это просто велосипед, который стоит 5 тысяч гривен, то это не имеет смысла. Конечно. Но если это какой-то более-менее прилад, который стоит дороже... Ну, то есть от 1000 долларов, это уже и имеет смысла, так? Так. Если замовление от 1000 долларов. Например, человек делает себе ремонт и замовляет мебель. Полностью можно обставить, я так понимаю, всю квартиру. Ну, сейчас таки час, что все люди, когда работают ремонт, замовляют дизайн-проект, або не замовляют, а находят в интернете, что им нравится, и уже от этого отштовхаются. Так, а какая разница, что вы находите в интернете, приходите тут до магазина и показываете, я таке хочу, и они вам кажут, что ждите 2 месяца, пока мы его сделаем. Так. Что вы приходите и говорите, давайте из Китая замовим. Вы просто, скажем так, из цепочки выключите магазин и не занесите деньги в магазин. Мы же не знаем, сколько они там хотят заработать на этом. 100% или 150%. Вы четко знаете, что вы пришли. Мы нашли поставщика за ценой производителя, додали 10% за свои услуги. И все, и вы получаете себе найнижчую цену напрямую в те самые термени. Если морем, то это чтобы экономить морем. До речи, уже контейнеры плывут до нас сюда, в Украину. Морские вороты отчинены, поэтому уже не питание. Морем в Одессу 2,5 месяца, ну, пока там пираты бунтуют, если они в море, так проблема есть. 2,5 месяца. Сейчас эту ситуацию решат. Я думаю, что в целом будет 35 дней доставка до Одессы морем. Это будет очень быстро. Это классно. Супер. Я под этим видео оставлю ссылку на инстаграм твоей компании, на твою особистую инстаграм. Кто хочет познакомиться ближе с данной, тот может, собственно, тебе писать. Так. Вот. На моей странице отвечают директ-менеджеры, которые работают, потому что заплаты много и на рабочую страницу, и мне пишут. У меня не так много аудитории, много переходят на инстаграм рабочий, как-то меня находят, и переходят, пишут мне, потому что, может, как-то иначе ответы получают, не знаю. Но все равно. Можут и мне писать, могут и на рабочую страницу писать. Номер телефона надо дать, наверное. Телефон до ЕМК или нет? Нема сенсу. Нема сенсу. Просто у нас могут люди такие, которые лично хотят, знаешь, пообщаться. Ну подумай, если что, мы оставим номер телефона. Да. Номер телефона залишит. Да. Лучше да. Да, люди привыкли. Чаще всего сразу берут телефон и звонят. Но Данила здесь по другому вопросу. Он, кроме всего прочего, большой любитель пенного напитка. И он открыл недавно пивной магазин. Как хобби для себя, знаешь, что было всегда свежее пиво. И говорит, Саныч, хочу с тобой пройтись по привозу и посмотреть, вообще, что под рыбку. Может быть, расширить ассортимент, найти поставщиков. Поэтому сегодня здесь больше с этой целью. Вот. Но начинаем мы всегда обзор со свежей рыбы. Давай мы Аленке дадим микрофончик, потому что… Николай никто не жарит ни караси, ни карпи. Ну, мы над этим думаем вообще-то. Да, мы завжди… Мы над этим думаем, чтобы смажем караси. Люди это любят, приходят их, как сухари. Я сам не люблю, как кистка потрапила до горла. Я с дитинства не ем после этого караси карпи. Ну, такую рыбу с кистками. Но люди словно сутково любят… Но мы готовим так, что у нас… Мы готовим так, что в нашей рыбе нет костей. Ну, что ты с пальцем этих карасей кушать будешь губами. За меня пиво, за вас караси. Классно. О, хороший бартер. Ну, есть повод, да. Ален, рассказывай, что сегодня? Я смотрю, что у тебя много живой рыбы, да? Живая рыба есть, но единственное… Тетя Катя, звать, ты помаши. Покажи тетю Катю, Андрюш. Это тетя Катя вернулась на работу. Так что уже все. Ребята, я буду в маленьком отпуске по замене. Мы все уже на месте, это самое главное. Уже все на месте. Андрюш, показывай. Толстолоб. Толстолоб изменений нет. Такая цена, как была, такая есть. 80, крупный 90. Карп, Виляевский наш, 180 гривен килограмм. Тоже самое, цена не изменилась. 180 был, 180 нет. Ребят, большая проблема у нас с карасем. Я хочу обратиться… Ребят, кто сейчас вот может привезти реально карася? У кого есть количество хотя бы 100-150 килограмм? Кто может привезти? У нас нет возможности просто поехать там в Ринии, в Измаил, там куда-нибудь. Я вас прошу, кто хочет заняться, заработать денег, пожалуйста. Ну, до речи, было очень много вопросов раньше. Мне люди писали, что мают карася. Тобто ось я… скажи себе номер телефона. 0-93-0-40-91-45. Тобто у кого ставки, я так понимаю, да? Ну, ставки, да. Ну, сейчас даже ставки не можем найти. Просто не можем найти, реально просто. Очень большая проблема. Есть готовый сбыт, есть готовый клиент, так что, друзья, будь ласка, можете уже звонить Алене. Алена, расскажи далее. Карп, вот такой вот маяки наш, речной. Ребята утром поднимали сеточку. 120 гривен килограмм, кило-полтора. Судак, тоже цена такая же, 220, как и была. Полтора до двух килограмм, 220 гривен килограмм. Бычок, телегульский лиман, коблево, зеленчак, свеженький, хороший бычочек, ребята. 150 гривен килограмм, красавчик, сладенький, вкусный. Пожарить – это то, что надо. Филе толстолоба тоже самое, 160, карп 200. Баба Катя вернулась на родину. И делали шедевры, да? И шедевры, да. Посмотрите, какие. Такой карп 200 гривен килограмм – это стейки карпа. Баба Катя, показывай. Я когда-то... Дунаечка свежая, там и что? Ну, она не свежая, свежемороженое. Но, тем не менее, она есть. Да, она есть. С Вилкова привезла. Да, Баба Катя с Вилкова. С Вилкова привезла, я понял. 250 гривен килограмм, ребята. Она идет свежемороженое. 2,5-3 килограмма в пакетике можно пакет разорвать. Можно сделать вот так по одной, по две, по три. Кому сколько надо. Можно прийти, почистим и сразу посолим. У нас уже сегодня утром ребята брали. И мы им быстренько почистили, засолили. И поехала уже Дунаечка в Киев. Супер. Иногда люди мне пишут и задают вопрос, можно ли купить Дунайку. Ну, сезон Дунайки закончился, мы об этом уже знаем. Но, тем не менее, тем не менее. Да. Как говорят в Одессе, нам было трудно, но мы достали. Ну, мы достали, да. Пожалуйста, друзья, есть Дунайка, можете опять-таки звонить. Да, есть Дунайка, есть еще кое-какие эксклюзивы. Кому интересно, можете мне звонить, я все расскажу. Какая ты таинственная. Баба Катя кое-что привезла хорошая с Вилкова. Ну, для себя, но может немножко поделиться. Да, наладила контакты там, можно так сказать. Сомик есть? Сомик, да, 200 гривен килограмм. Сом, это свежий сом, не мороженое, я еще хочу раз сказать. Сом 200 гривен, мяско 300 гривен. Такое красивое мяско. Кстати, Даня, без костей вообще, без костей, на шашлык. Режем, делаем шашлык. Распалю мангал. Серьезно, это вообще, тут ни одной косточки. Тут идет центральная, мы ее вырезаем, получается чистый биточек на шашлык. Лобанчик 150, стейки лобаня. Вот такой лобань шикарный, ребят, смотрите, сколько красивый. 250 гривен килограмм. Отрежем сколько надо. Лещик, лещик 60 гривен килограмм. Даня спрашивал под пиво. Тебе будет интересно под пиво, да. У нас вчера был маленький такой вот окунечек по 80 гривен килограмм. Юра, еще раз передаю привет тебе, я знаю, ты сегодня придешь за окунечком. Он брал у нас леща, делал леща. Классную фотку, короче, он сделал. Лещ аж просвечивается на солнце. Вот так, реально. Он его сфотографировал. Так, высушил паш. Вообще, да. Заказал у нас 5 килограмм окуня маленького. Будет сушить окуня. Ну, вот так под пивом можно что-то сообразить. Можно. Враженный Дунайк, что она у вас есть. Да. Ну, я говорила Санычу, что мы запасливые. Ты любитель Дунайки, да? Мы запасливые, да. Молодцы. Солу року первый раз пробовал. Я уже в конце сезона в закладе был. Ну, и после того. Чекал уже, доки будет в этом году. И побачил ваше видео, что уже тут у человека была эта Дунайка. Поехал на Провоздук и проехал. Кажет, ты жартуешь, что ее нет позавчора. Еще до видео ее не было. Это так чисто сняли. Ну, а взагалі, я смотрю. Знаете, иногда идешь по базару, и она такая... Ну, засмученная ця рыбка. А у вас все-таки свеженькая. Показали вот это килограмм. Я бы и так, съел. Ну, ты можешь сделать базар так же, если тебе что-то зацикавилось. Я думаю, что снижка от Сан Саны еще спрессирует? Обязательно. Ну, у него же будет снижка для меня. Нет, ты знаешь, у него изныжка. Он на шару раздает. Если ты сейчас, сегодня, завтра или послезавтра поедешь к нему в пивной магазин, сфотографируешь и отметишь в Инстаграм, то получишь 0,5 пива в подарок. Безкуштовно. Просто за репост, за сториз. Так можно просто поехать. Можно просто пить пиво. Можно просто спиться. Да? Можно не покупать? Или надо купить супер? Нет, не купим. Я говорю, что нам 0,5? Разговиться. Разговиться? Да, нет. Ну, если уже пить, то пить. Ну, 0,5 это хороший бонус? Ну, конечно, хороший бонус. Хорошее пиво это... Только для зрителей нашего канала. Восьмого, девятого и десятого. Десятого включительно до 10.00, друзья. До 22, вернее, так будет правильно. Адрес магазина. А мы скажем в конце. Ага, я поняла. Ну, ты досмотри видео до конца. Ну, конечно, конечно. Ну, я тебе скажу за рядом. Тут пару трамвайных остановок. А. Так что... Алёнка, тебе огромное спасибо. Я был рад тебя видеть. Тётю Катю был тоже рад видеть. Помашите нашим зрителям. Вы красотка. Все приехали домой уже. Все дома, да. Все дома, так что приходите, ребята. Да, ну а мы с тобой пойдем дальше. Попереду очень много интересного. Все, было приятно познакомиться. Будем что-то заказывать. До речи, расскажи, как ты пришел к идее открыть пивный магазин? Пивный магазин? Я просто пиво люблю. Дуже люблю. Смачное пиво. Не какое-то там крафтовое. У меня такой присмак. Люблю с легенькой, герчинкой. Его, в принципе, не очень много. Есть несколько сортов, которые точно люблю. И мне почему-то здаётся, что люди тоже этого хотят. И поэтому я сам решил открыть магазин с таким пивом. Ну и вообще я люблю этот пивный пивный. Не знаю, насколько это хорошо. Просто мне нравится этот пивный пивный. Ну, нужно же помирно, как говорится, поживать, так? Ну так. Ну, можно же как бы выпить бокал. Чорноморская креветка. Під чорноморскую креветку. Пивко светленькое. Ну, вот так. И всё равно, каждый раз купую. Там, еду додому. Чи иду. Десь повз. Кожен раз заходжу в какой-то магазин и купую. Чому купить у кого-то, если можно купить у себя? Ну и ты завтра знаешь, что оно свежее, так? Якісное. Свежее, есть в наявностях. Я не принимаюсь. Можу набрати, сказать на лимене заздалеги. Взагалі, все люди так могут делать. Ну, мне так удобно. Ну и всё. Ну и всё. Вже оно есть. Просто хочу, чтобы всегда сорти, которые я люблю, были в наявностях. И, кстати, это еще связано с тем, что, смотрите, я очень люблю пивозенник. Воно продается только в львовской Риберне. Больше нет. Вартность там под 200 гривен, ну дорогого. За литр? Так, за литр. А у меня воно 115 за литр. Это уже его цена, за которую оно продается. В Одессе больше ни где его не найдешь. Никто больше не продает, ни у кого его больше нет. А в нас есть. Тому приходите и насолоджитесь. Какие еще тебе эксклюзивы? Как у кукурудзя не очень вкусное пиво. Ну реально оно приятное. Мое такой интересный цвет. По цвету я бы его не взял. Но за вкусом оно прям топ для меня. И есть люкслагер. Ну это такое премиальное VIP пиво, скажем так. И оно легенькое. Не навантаживает. Не погано после него. Не мает никаких каких-то там неприятных. С легенькой герчинкой. И в тот же момент оно такое свеженькое. Что ты как водичку пьешь. Особенно в такую спеку, как была. До речи нарешті вона уже трошки скончилась. Кажешь, еще будет. Так. А хотя сейчас уже чекаем, чтобы снова засмагать. Ну да. А до речи, ну дивись. Я знаю, что зазвичай такий бизнес Открывают с початку сезона. Ну тобто там травень мабуть, да. А ты открываешь его майже в конце сезона. Я впевнен, что это просто стереотип. Стереотип, так? Так. Ну я же говорю, что я за этим напоем уже давно следкую. Ага. И когда в зимку о 6 вечера заходишь в будь-який заклад, который продает напои, и стоишь там полгода, ты сразу понимаешь, что тут сезонности нет. Сезонность, возможно, есть на лимонад, может быть там просеку, есть сезонность. Но на пиво, я вважаю, стоидцотково нет. Знаете, не дарма ж кажут, что пиво, водочка, сельдочка, как то говорят. Ну не дарма это кажут. Дуже много таких виразов, что «якое пиво без горилки», «яка горилка без пива», и так далее. А это именно про зиму, это именно про сезон. Ну, до речи, мы в ряду, где продают сельдочку. Ей тут очень много, и она очень вкусная. И у каждой господины она разная. Поэтому ты, до речи, можешь тут скуштовать. И ты видишь, тут можно все скуштовать. Поэтому мы начнем, да, и давай подивимось этот ряд, а потом пойдем дальше, потому что мы обязательно обязаны найти тараньку, потому что тебе, я думаю, это будет интересно. И речки, то есть речки, и очень много речек. Я думаю, ты побачишь очень интересный асортимент. Может даже я тебя чего-то удивлю. Побачим. Пошли, ось, мы пришли. Диви, какая желтенькая девушка. Звати ее Надюша. Давай начнем с ней. Надюша, доброго дня. Давай я Надюшу сразу перекину микрофончик. Вона тут працюет. Надюшка, дайте я вас трошки потремаю. О. Диви, тут малосолка. Тут ряд взагалі малосолки. Тут дуже багато господи. То це в нас в гостях. Це дуже поважна людина. Так, знакомте. Надюша, Даня. Дуже приємно. Да. Що вы, похуштуєш трошки? Давайте. Надюша, це ви щас зроблять. Зробіть, пожалуйста. Ну куда? Щас ти побачиш, як… Я вже спів. Таня, подиви, подиви, подиви. Фірменна, фірменна зачистка від Надюши. За хвостик берем. За хвостик берем. Це хамсичка. Це хамсичка, да. Коштує 150 гривень за кило. Звідки вона приїхала? Це Черноморська? Це Черноморська хамса. Вона приїхала із Грузії. За сторони Грузії ловять, заморажують і холодильниками везуть до нас. Це дуже смачно. Це якась інша? Це йде кілька балтийська. Свіже мороженим і солим. Кілька балтийська. Будь ласка. Все, я залишаюсь тут. Залишаюсь тут жити, да? Все малосольне. Кому надо, я підсаливаю пакетику. Це на вкус і цвет товариша нема. І є на біточки. Така сама, як я вам дала малосольну. Є ще на біточки. Біточки в нас зроблять. Знаєш біточки, да? Кусували? Так. Можна біточки, можна котлети, можна стушити, можна зробити в томаті. В томаті, консервочку. Дуже добре. Шпроти можна зробити, так? Я ще обрила консерву. Так, 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 так. Ну все, обов'язково завітаю. Незручно. До речі, якщо тобі потрібна буде також дунайка в сезон. Будь ласка. У Надюші теж вона завжди є, коли сезон. Ви бачили, там Альонка завезла? Я бачила камбалу і завезла. Ні-ні, там дунайка, там є дунайка. А, дунайка є? Свіже морожене, але є. А, свіже морожене? Я знаю, що в неї камбала є. Ні, немає, я не бачу. Може була? Була, передала. Може бути. Свіже виловлена. Та ви що? Клас. Ну треба раніше. Як то кажуть, хто рано встає, там Бог дає. Ну так, навіть пару штук хтось. Надюш, ви тут кожного дня. Ви тут кожного дня. У вас... Понеділок. Понеділок у вас завжди вихідний. Якщо Боженька дасть здоров'я, то кожного дня, крім понеділка. Так. І у вас крім хамси є також скумбрія. Є ще хамса турецька. Турецька. Чуть крупніша вона. А чого це вона? Біля Турції вона така крупна, а біля Грузії вона така маленька? А тому що турки вилавлюють, крупно лишають, а мелко викидують. А, такі вони, так? Так. Вони думаю, якщо крупна риба, то вкусніше. Зрозуміло. А нам, як я кажу, не все золото, щоб лишити. Чим менше тюлечка, тим вкусніше. Для речі це не золото. Для мене. Це срібло. Надюш, вам можна дзвонити, замовляти. Так. Ви не відправляєте, але можна прийти на місці забрати, так? Кажіть номер телефона, будь ласка. 067-68-055-17. Надія. Надія, ну і мене радує, що є двіжуха, так? Приїжджаємо. Ну, приїжджаємо, це добре. Ми ж завжди радіємо, приїжджаємо, так? Зараз вересень почнеться і все. Як обріжджає, так? Так. Остануться наші одесіти, яких ми любимо дуже-дуже своїх. Надюша, вас теж усі полюбляють. Дякую вам велике. Ми підемо далі. Дякую і вам. Знаєш, я що тебе хотів спитати. Причіпуй свій мікрофончик. Скажи, а чи складно відкрити такий магазин пива? Ні. Що для цього треба? Скільки треба інвестицій? Скільки треба грошей? Ну, дивлячись, які розмахи, ремонт. Ну, от як у тебе, давай. Ми ще не бачили, ми в кінці поїдемо, покажемо. Не знаю, там до купійки, але 4-5 тисяч доларів. Не дуже багато. Це повністю з ремонтом, з арендею? Я придбав, ви бачите, у мене дві плазми там висить. Я придбав приміщення кондиціонер за свій рахунок. Я придбав холодильну вітрину і холодильник теж за свій рахунок. Чому кажу про це? Тому що холодильники, які пивні, то є постачальники, які дають. Постачальники дають? Вони дають крани, так? Що постачальник щас дає? Постачальники дають крани обладнання, дають для розливу крани, дають системи у ці, які... Похолоджувачі? Так, до кегу. До кегу, які тримають, як вони там називають, клешні. Так, так, бачите? Нічого страшного. От крани дають, але я вирішив, що не буду прив'язуватись не до кого. І взяв, придбався за свій рахунок. Тому вийшло так дорого. Якщо все це не купувати, а брати у постачальників, які це дають, я думаю, що може навіть і в три тисячі доларів можна вкластися. І це вже закупівля. Звичайно ж це закупівля не буде на два-три тижні роботи, але на перші дні... На перші тижні. Так, перші декілька днів. І дивлячись, який в тебе попит, скільки в тебе людей, можна і за день це все продати. Але дуже проблеми немає з закупівлень, ви бачите, все є. Так, привоз в нас є, постачальники є, пиво варять на щастя. Тому проблеми в цьому немає. Можна купляти на наступний день. Можна купляти навіть, якщо ти зранку замовляєш, тобі ввечері чи в обід вже привезуть. Тому з цим проблеми немає. Не обов'язково закуповувати надовго чи набагато. Три з половиною, ну це сто відсотково в економ варіантів кладешся. Якщо підійдеш трошки з розсудком, щось трошки пошукаєш, де зекономити. Це в три з половиною легко можна війти. Чудово. Друзі, тобто хто хоче собі відкрити такий магазин, я думаю, що можна до тебе буде звертатися, ти проконсультуєш. Так, може франшизу розпочнемо продавати. О, буде франшиза, друзі, вже так. Так що займайте чергу. Місця. Так, давай подивимось, що тут ще є. Доброго дня. Доброго дня. Так, дивись, є фіріна. Ти знаєш сасу їв? Сасу їв, смажену. Ось вона, дивись, фіріна. А, ось вона, яка. Так, ось так вона виглядає, 65 гривень. Є бичок 75, є 90. Ось такий. І також є і сардель свіжа, і малосолочка. Все є. До речі, вам можна дзвонити, так, замовляти. Скажіть, будь ласка, ваш номер телефона. 067 133 4605. Замовляйте. Чудово, дякую. Пішли далі. Надюша, доброго дня. Ми раді вас бачити. Так, як ваші справи, розкажіть нам? Нормально. Нормально. Чому ми показуємо декілька господин? Бо у всіх, ну, різна рибка. Бачиш? Там свеженька. Там свеженька. У кожної свій посол. Це дуже важливо. Тому зрозуміло. Тому треба куштувати. Я раджу завжди знайти свого продавця і до нього приходити. Бо ти вже звикаєш і до смаку, і до послужки, бо у кожного своя і так далі. Надюш, все є, так? Селедочка. Селедочка. Маласолочка дуже вкусна. Жирненькая. Маласолочка по 90-80. По штучках. Серделька 110. Маласолка. Хамсичка 150. Свежий сердель теж 110. Хочеш ще скуштувати? Чи вже не ївся? Можна? Тут давайте. З задоволенням. Це трошки більше. Бачиш? Там їв менше, а тут більше. А, це хамса. Так. Тут трошки інший присмак. Але тер смачно. Надюша, вам можна дзвонити, замовляти. Кажіть номер телефона. 97 70 31 067. Дякую. Дякую. Жигарную торгию. Демо дали. Давай ще тут подивимось. Аленка. Доброго дня. Рад вас бачити. Ой, здрасте. Ой, Стеша, здравствуйте. Вы сегодня? Класс. Поспілкуемось. Так. Что у Аленки? Скумбрия 190. Все как обычно. Все как обычно. Все есть. Селедка. 80 90. Все свежее. Все хорошенькое. Маласольненькое. Скумбриечка. Есть свежая. Есть маласолка. Так. Давай уже попробуем здесь маласолку, чтобы никого не обези. Маласолка. Попробуйте. Обалденно. Маласолка вообще будет. Комса тоже очень вкусная. Ммм. Тут чуть-чуть другая. И тут уже она помягче. Но у всех вот эти вкусовые особенности. Это безумно вкусная рыба. Маласольненькое, но чуть каждого по разному. Ну и свежая. У вас еще есть секреты, как вы селете, так? Конечно. С любовью? А как же. Только с любовью. И свежая напиточки есть. Свежая. Ага. Что вы отдохнули, да? Да. Трошки, да. Трошки было. Трошки было дело. Загоревшие. Загоревшие. Ну, загоревшие, наверное, вряд ли. Хотя мы в горы выезжали, и там ветром обдуло. У меня лицо прям было. Даже нос облазил. Да-да-да-да-да. Ну, загар был такой, рабочий крестьянский. Альон, вам можно звонить и замовлять? Ця хамса прям топ. Топ? Да? Очень вкусно. Скажи номер. 267, 42, 58, 557. Альона. Ну, мы знаем. Приходите. Понравилось ли тебе от комса, да? Да. Очень вкусно. Кто там гости у нас? Гостя звати Данило. У него свой плевний магазин. Він нещодавно його відкрили. Він сейчас з нами ходить, дивиться, що продається. Може знайти собі, да, якийсь цікавий товар. Познайомити аудиторію зі своєю діяльністю. Бо крім того, що він любитель, скажем так, фінного напоя, він же 6 років займається доставкою товарів з Китая. І робиться професійно, і дуже надійно. Тому так. Так що ви подивитесь цей випуск. Якщо у вас що за цікавий, то ви можете звертатися до... Якщо буде время, то подивлюся. Буде время, буде. Дякуємо, дякуємо. Ірочка, ну по всім законам заново, ми об'язанимось тебе. Привет, привет. Я рада тебя видеть. Я очень рада тебя видеть. Очень. Потому что, да. Ты большая умничка. Ты провела колоссальную работу. Я тебя за это благодарю. Ты видела, сколько было классных комментариев. Если честно, да. Я честно не ожидала. Друзья, большое спасибо. Очень классно. Очень много классных вещей. Я не ожидала, честно. Мне приятно. Со мной гость Данила. Это Ира. Так, Данила. Данила, если все может понимает о чем речь. Я был неделю в отпуске. И Ира вместо меня вела выпуски. То есть она была как ведущая. Да. И она это сделала просто, просто обалденно. Я старалась. И помнишь, ты же что-то просила, что я тебе привез. Что ты говоришь? А, конечно. Вкусняшку. А какую? Что ты сказала? Ты не помнишь, да? Девичья память. Да. Но я привез то, что ты просила. Смотри, а можно я покажу? Я не забыла. В прошлый раз Сан Саныч мне привез вот эту вкусняшку. Кто-нибудь. А я как раз держусь в комментариях. Там люди пишут. В них 100% какие-то романы. Я думал, нет. Ну, после таких натяков ты тут уже не маешь. В прошлом году был вот этот презентик. Ирочка, сегодня. Храню, Сашенька. Храню в спальне в домочке. В этот раз будут смаколики. Такие смаколики. Такие смаколики. Ну, слушай. Я так уверен, да? Я уверен, как буду. Певнен, что я угадал 100%. Первое, я нагадаю, что ты просила. Ты просила грибы. Ты сказала, привези мне грибов. Да! Склерозные. Диви, это настоящие карпатские грибы. Их знаешь, что сделал? Их сделал Мальфар. Ты видела у меня видос с Мальфаром? Не видела. Не видела, потому что я была занята в съемках. Слушайте, они такие красивые, аж пахнут. Боже, спасибо. Скажи, пожалуйста, тут с каким-то приворотом? По-любому. Это они уже заряжены на кохание. Ой, все. Ну, то, что тебе нужно. Все, да. Кохание – это мои. Далее, диви. Класс, спасибо. Не натякало, теперь пришел до справи. Не-не-не, то не натякаем. Мы натякаем. Это очень чудовое варенье с жасмином. Боже мой, какая прелесть. Боже, класс. Ага. Варенье с жасмином. Ага, тут даже если что можно заказывать. Да, можно. Слушай, я так люблю такие баночки красивые. Посмотрите, как все красиво. Класс. Это для тебя специально упаковали. Ой, я так люблю. Мальфар для тебя крутил грибочки, а для тебя також делали это варенье. Класс. Диви, я был в Верховине, я рекомендую себе отдыхать тут. Тут очень чудово. Я тебе хочу сказать, я действительно, я собираюсь в конце августа, начале сентября отдыхать. И вот я туда уже очень хочу. Там тишина, красота, боже. Я честно, я завидовала тебе. Очень завидовала. Слушай, ну не надо, завидуем молча, как говорится. Тем более, что ты как бы, смотри. Карпатские травы. Боже, столько подарков, ты что? Чай называется вышиванка. Боже мой. Да, но ты же у нас справжняя украиночка. А как же, а как же. Класс. Боже, такие красивые подарки. И Русик, еще, еще, еще кое-что. Кажется, ну, он бы цикал. Что ж там, за кое-что. Тебе тоже цикало? Ну, это треба только кирочке в гости наламываться. Или может ты там десь... Боже, это справжняя медовуха. Боже. Да, 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 да. Да. Ну, а как же. Это же чисто здоровье. Повай все подарунки. Боже, спасибо большое, Саша. Очень. Особенно за это вот. Я же говорю, я грибочки очень люблю. Особенно вот за это, за это, да? Особенно, да? За это особенно. А как он подойдет? Это только я умею пользоваться. Давай, спрячься это, чтобы не разбежать. Да, я думаю, что я такое люблю все. Вот такое маленькое, красивое. Ой, вкусненькое. Сегодня буду обязательно дегустировать грибочки. Вот как надо пользоваться. Вот так вот. Это настоящий гуцул. 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 Боже, спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Еще раз скажу, что ты очень чудово провела все выпуски. Я старалась тебя не подвести. Ты молодец. Я старалась. Ну, а теперь давай расскажем и нашим глядачам, и Даниле. Что у тебя есть? Чем ты торгуешь? Что у меня? И, кстати, у него, кроме того, что он возит товар из Китая, очень долго, уже 6 строков. Так, а что мы возим? Все. Все. Ремонт можно где-то сделать. Блин. Только сделала. А, ну, у меня еще, кстати, мебель. Тоже можно? Конечно. Не, я не могу найти красивую тумбу. Как бы у нас есть, но я же такая дама капризна. Я говорила в интернете просто, что сподобается. Угу. В магазинах завжди меньше. А в интернете где-то не видно у кого-то. А я слушаю, я как чувствовала. Я поставила всю квартиру, а зал вот еще оставила на закусы. Ты знала, что я до него привезу? Я знала, что еще, что еще будет. Собливо, такие тумбочки, которые действительно дорого коштают. Там 30-40 тысяч тумбочка. 40 минимум. А так она будет кошнать? Ну, я думаю, 10 ваксов уже с доставкой. И это та сама, что стоит за 40 в магазине. Та сама итальянская. Конечно. Я эту кухню знаю. Ни один ремонт делали по этому за. И посуду же можно. Ну, конечно, легко. И цены на посуду. Как это работает? Выбираешь. Просто в интернете находите. Работа скриншот на відео, где побачили, або в магазине, будь-якому. Работа скриншот, отправляете. А я вам хочу сказать, у меня друзья так и делали. У них большой дом они построили. И полностью от ложечки заканчивая там люстрами. И они очень довольны. Качество классное, все супер вообще. А сколько, скажи, примерно по времени она будет? Три месяца. Ну, сейчас доставка морем три месяца, это то, что, ну, выгодно будет его стоять. То есть как раз к Новому году я успею закончить зал. Легко. Все, так. Вот это хороший человек полезный. Когда начинаете ремонт, все равно же, вы же понимаете, что вы хотите бачить в себе в пенале. Да, да, да. Або замовляете какой-то дизайнера, чтобы он намалювал вам проект, або ж в интернете знали проект, и уже понимаете, что я хочу сам это. Ремонт все равно три-четыре месяца, пів року тревает. Да, да, да. Вы себе замовили, зато знаете, что вы, воно приедет вам, у вас еще есть час, как, что, что. И знаете, что воно вам приедет вдвече дешевше, это минимум. Я вам хочу сказать, ради такого дела можно и подождать чуть-чуть. По-любому, ты все равно, когда делаешь ремонт, ты ждешь даже у нас, когда заказываешь. Конечно. Ну, два месяца ждешь. Ну, двери мне, допустим, говорили месяц, а в итоге два месяца делали. То есть тут тоже, даже по месту. А двери тут тоже можно, да? Фурнитура, фурнитура, так. А двери, просто тут местные выработники. Есть товары, которые не имеет смысла доставлять. Есть товары, которые даже держава защищает. У нас есть, скажите, я скажу, бувты, просто обычные бувты. И держава защищает виробников, которые именно у нас есть, виробники, которые производят. И держава специально там есть антидемионовый комитет, который следует за тем, чтобы не привозили из других стран, чтобы поддержать национального виробника. Есть товары, которые не выгодны. Проволока, припустимо, тоже не выгодна, потому что у нас есть украинский виробник, и держава его защищает. Она делает митные платежи больше на импорт, для того, чтобы местные могли виробляться и выживать. Четыре вида асфалту сам 1500, с масляной 1300 и три вида 1200. Есть товары, которые просто невыгодно доставлять. Чемоданы для подорожей, чемоданы, их невыгодно доставлять просто с Китаем. Большое место, и даже в разобранном виде их дешевше придбать какие-то европейские, польские, або в Немеччине, потому что им тут автилкой простейше доехать. Ну и есть производители, которые в Гарнице не покупают. Так, разумею, вы консультуете. Вот до вас вернулся клиент, вы скажете, все мы привезем, а это невыгодно. Так, есть много ситуаций. То есть все по-честному, по-человечески, как говорится, по-нормальному. Но это не вся выгода дружбы здания. Так. Он нещодавно, откуда тут неподалеку, очень чудовий пивный магазин. О, это же наши. И, смотри, для наших глядачей, и для тебя в том числе, сегодня, 8, 9 и 10, ты приходишь туда в магазин, делаешь сториз. Вот, смотрите, девчонки, я такая красивая, я тут в магазине, вот так он называется. Боже, я с удовольствием забегу. И тебе в подарок дают 0,5 литров пива. Давайте дамо бутыльок. Впереди? Тоби, Ири. Так, давайте дамо бутыльок. Трехлитровый? Трехлитровый бутыльок. Как раньше? Саввоськой. Так. Тобто, ты получаешь бутыль, наповненный каким пивом, саввоськой. Не, ну бутыль верну. Не. Соби, на закрутку залишайте. Наступный раз прийдешь уже с бутыльом. Не говори. Да, как раб, блин, как хорошо было. Всего дня, завтра, послезавтра приходишь, робишь, ты в конце видео побачишь, где находится магазин. Обязательно. Тут рядом. Да, да, да. И все. Ребята, тем более впереди выходные у вас. У меня нет, а у вас да. Поэтому вы что? В выходные у вас, а пить буду я, да? Все как обычно. Ты хотела, я купила. Да, да, да. Так и у меня. Юлечка, а что мы все? Да, да, хватит уже. Обо мне надо. У нас звезда, рассказывай. Обо мне, да. Что? У нас в ассортименте тот же, все хорошо. Рыбка свеженькая, бычочек. А, я хотела вам сказать, ребята, у нас появилась новиночка. Помимо того, что у нас есть, это кто знает, кто не знает, вот, сроганчик, ставрида, барабуля, бычок, миди, рапаны, все есть. Все в морозилочке, в хорошем качестве, все лежит. Еще у нас появились, у нас просто очень часто спрашивают лангустины. Вот. Вот такие вот красавцы. И такие вещи тоже себе, кстати, можешь продавать? Да. Вот такие вот красавцы. Ага. Вот. Здесь два килограмма. Размер, размер у нас элечка. Самый ходовой размер. Я не в курсе, о чем вы сейчас. Ну, мы тебе верим. А, там и бачилы, там напрылая. Вот. Два килограмма, пятьсот гривен. То есть это по вашему элечку вот это, да? Я так, просто сейчас о другом. Ой. А, боже мой, думал кто-то кусает. Уже кто-то мне кусает. Вот, смотрите, ребят. Я считаю, цена вообще два килограмма пятьсот гривен. Очень шикарные классы. За два килограмма пятьсот? То есть по двести пятьдесят? Ой. Ирочка, ты что-то… Мы сейчас заберем… Потому что вы меня сбили с размерами, с мальфарами. Все, грибы уже начали действовать. Дистанционно, да? Дистанционно, да. И с шаром и пивом тебя еще сбили. Да. Пятьсот гривен килограмм. Ну, они классные, да? Это ближе к телу. Я же говорю, потому что у нас часто спрашивали, и мы решили уже… Нет, это хорошая тема, да. Да, это хорошая тема, поэтому, ребят, звоните. Я еще раз повторяю. Чего нет на прилавке, звоните. Много по морепродуктам. Тут есть по прилавкам всегда. Все, как говорится, все для вас. Бычочки – 350 гривен наш бобырек свеженький, хороший. Обрезочки, посмотрите, свежайшие. Головы уже все разобрали с утра. Хвостики… Короче, уха есть, все стабильно. Хвостовые части постенькие на супчик. Там, я не знаю, для деток, для беременных берут постенькие. 600 гривен за килограмм. Один хвостик где-то 200 гривен плюс-минус. Целая рыбка – 600 гривен за килограмм. Там есть семгочка, есть форель. Разные размерчики. 6-5, там, 6-7 бывают. Если стейком – 700 гривен. Филешка. Посмотрите-ка, Ирина Юрьевна с утра сделала филешку свеженькую. Филешка – 800 гривен за килограмм. Это сырая. Есть слабосоленая. Все есть. Семга – форель. Рулетики наши, опять же, ребята, вот гости нашего города приезжают, очень часто берут. Если честно, не успеваем привозить. Палтус, марлин, тунец и семга – 1500. Семга, марлин, масляная и тунец – 1300. И три вида с масляной – 1200. Все есть. А, еще вот, что я хотела показать. Кто не забыл, вот наши коробочки. А, опять же, вакуум. Вакуум. Если что, вакуумируем кому в дорогу за границей. Вакуумируем, люди, даем, все без проблем. Опять же, икорка наша, щучка, форелька. Вот такая кому в дорогу. Почему щучка? Щучка – 450 гривен, 100 грамм. Такая баночка – это горбушка – 120 грамм, 400 гривен. Очень достойная икра, очень. Сомгочка слабосоленая, опять же, морька, пикничок. Достали уже слайсики красивенькие. Есть такая баночка – полкилограмма 500 гривен. Опять же, кета, нерочка – все есть, ребята, все есть у нас. Звоните, пишите. А куда звонить? Где тот колокол, в который звонить? А, 097-492-1521. Буду рада. Пересылаем посылочки без проблем, со льдом, вакуумом. Не переживайте, все хорошо, все доходит. Ирочка, еще раз, огромное тебе спасибо. Спасибо тебе от всех, потому что ты считала комментарии? Я, да. 95% комментариев просто… Я очень, действительно, мне очень приятно. И, честно говоря, уже третий день я уже… Ну, это очень тяжелый труд. Это, товарищи, очень непросто. Люди у нас не все, как говорится, разговорчивы. Надо их разговорить, держать ту волну. Ну, в общем, Саня, ты герой. Я тебя ждала, как никогда, честно. Спасибо тебе огромное. Хоть и приятно было с тобой пообщаться. И, кстати, что мне приятно, меня везде очень. Так радушно встречали. И на новом рынке, и у нас на привозе. Ну, с одной стороны, была усталость, но это было приятно. Не-не, это приятно усталость, конечно, да. Да, да. Поэтому у тебя, боже, столько подарков, я даже не знаю. Спасибо большое. Давай, еще раз. Да, спасибо. Спасибо тебе огромное. Я еще раз тебя благодарю. Ты молодец. У тебя есть большие перспективы… Да. …продвинуться на нашем канале. Ну, там надо порешать с продюсером, ты знаешь. Да, с продюсером? Да, да, да. Порешаем. Да. Дань, ну, я познакомил тебя с Сирой. Да. Теперь ты знаешь, где взять красную рыбку, икорку, все. Все морепродукты, все есть. Да, да. Ну, а мы идем дальше. Теперь все-таки, наконец-то, я смотрю, там уже и Стеша и Сережа освободились, теперь все-таки пошли на таранечку, потому что мне кажется, что главные спутники пенного напитка – это вот у нас впереди. Обязательно, обязательно. Тем более, вот, кстати, действительно, у Стеши и Сережи вкусная, классная таранечка. Ты рекомендуешь? Ну, я всегда беру, потому что они очень сами по себе порядочные люди, и они качество держат, ну… Тарань у них только благородная, в общем. Да. Ну, действительно, да. Тут я… Зуб дали. Все, пирочка. Все. Спасибо вам. Тоже рада была вас видеть. Пока-пока. Мое любимое выражение – четверг – это маленькая пятница. А пятница – это у нас что? Рыба и… Пиво. И пиво, да. Сережа, здравствуйте. Здравствуйте. Это Даня. Даня не просто так. Здесь у него пивной магазин. Он только его открыл, и он как бы как раз себе и подыскивает ассортимент, и все остальное. Ну, и знакомиться и с привозом, и с нашими зрителями. Поэтому вдвойне такое полезное видео. А у вас всегда ассортимент… Пальчики оближешь. Спасибо. Всегда все свежее. Да. Покажи, Андрюша, покажи сарган. Я его не видел у вас. Это свежак, да? Что-то завезли. Обалдеть. Это 500 гривен килограмм, да? А сколько штучка получится? А ну-ка, ну-ка. 190. 190 гривен и море удовольствия. Так, есть лечь холодного копчения 300 гривен. 165. 165. Сегодня по холодному копчению пока все продали, да? Да, да, да. Толстолло продали. И очень-очень много тараней. Какая хочешь… Лесняя жирная таранья, без икорной. Уже без икорной пошла, да? Это межсезонье. Ага. Все уже. Это хорошее, науленое, жирное. Ну, это свежак. Да. Это свежак. Это очень важно. Так, цены 400, 500. И вещь есть по 300. Бычок 750. Но это балтийский, да? Да, да, да. Нашего нет. У них сейчас нет. Так, тарань без икори, смотря на душу, даже по 350. Сережа, а сколько одна штучка вот такая будет? Если в деньгах. И вот по 350. Просто 350 вроде бы как много звучит. А сейчас узнаем сколько за штучка. Тогда она маленькая. Да, маленькая. 35. 35 гривен, а, будь ласка. Вобла зато есть по полторы тысячи за килограмм. Ну, там уже, значит, штучка будет где-то гривен 100, да, наверное? Больше 150. Да, 150. Щука 650. Ну, все есть. Самое главное, что у Сережи всегда все свежее. И это очень важно. Поэтому, если интересует к пиву, то вот к Сереже. Сережа, вам можно звонить? Пожалуйста. Скажите номер телефона. 067 99 68 398. О, все. Все, телефончик есть. Фиксировали. Да, кому интересно. А у Дани в магазине три дня подряд, если вы приходите, делаете сторис в инстаграм, и говорите, я вот в таком-то магазине, друзья, ставите какой-то классный магазин, и отмечаете их магазин в инстаграме, получаете пол-литра пива в подарок. А вы что? Рыба у вас есть? Да. Вообще супер. Супер. Поэтому, я думаю, значит, наверное, все бросили, пойдем уже к тебе в магазин, да? Пойдем пить пиво. Пойдем пить пиво. Возьмем рыбы, пойдем. Да? Рыба здесь в вашей руке. Так, короче, Андрюш, выключай камеру, потому что у нас сейчас уже слюни будут аж до пола. Туши свет, бросай гранату. Вот то самое место, которое я тебе хотел показать. Пивной, пивной рай. Ну, видно, тут ассортимент прям внушительный, так сказать. Давай, твоя любимая рачка. Так, Е двух выйдет, да? Да, есть поменьше и покрупнее. Есть черноморская, добрый. Покажи Карину. А, у Филипп есть, привет, дорогой. Я бегаю сегодня целый. А мы, у нас с Кариной работает, все нормально. Есть черноморская и есть дунайская. А какая цена? 100 и 130 за 100 грамм. За 100 грамм. Уже 120, подешевела. Уже 120. Есть, если что? Да, конечно. Если что, потому что есть автовик, вот. Без проблем. Мы нагрузим. Расскажи про рапаны и ястромидии. Есть рапаны, они идут в классическом соусе. Есть мидия с лимоном, мидия гранат и мидия с шашлык. И классическая просто в масле. Я помню старые добрые времена, я не знаю, было у тебя такое или нет. Часто, когда едешь там с Николаева в Одессу, заезжаешь в Коблево и там вот этот базарчик и там вот этого всего валом. И ты ходишь пробуешь, выбираешь. Это просто неимоверное что-то. Ну и сейчас уже как бы давно там не было. Тут, пожалуйста, пробуй. Это какой соус? Это лимон. Это лимончик. Лимончик, да? Очень вкусно. Какой еще есть? Давай все попробуем. Да, давайте. Это шашлычок. Первый раз попробую. Чай. Девочка, это делается. Все забивает ее. И гранат. О, интересно. Прости. Такой пекантный. И классическое масло. И классическое масло. То есть без спец. Без, да. Просто в масле. Кому-то не нравится в соусе. Ну, гранат и лимон, как по мне, это вообще топ. Они кисленькие. Цена вся одинаковая. Цена вся одинаковая. Рапаны 100 гривен, 100 грамм. Мидия 60 гривен 100 грамм. Супер. Это, мне кажется, в пивном магазине, это must have. Но опять-таки, вопрос хранения. Вопрос хранения. Вопрос хранения. Поэтому это тяжело. Но сейчас свет не выключается, поэтому стоит задуматься. Да. Так а что свет, взяли себе сразу, съели и все? Нет, нет. Пивной магазин. У него свой пивной магазин. И мы как бы немножко по-другому. То, что себе взяли и съели, это понятно. А еще взяли пол-литра пива в подарок. Да. Говорится, гуляй бы сотая, мама пенсию получила, да? Правильно. Вот эта вот тема, это настоящая икра. Это не икряники, это именно настоящая икра. Да, она дороже. Расскажи цены нам. Цены. Лещ, щука, толстолоб, треска 200 гривен 100 грамм. Судак 250 гривен 100 грамм. Лимонелла, это идет морская. 350 грамм. И приехали еще новиночки, с завтрашнего дня будут еще новиночки. А вот эта длинненькая что это? Это тоже треска. Ага. Она идет 250 грамм. Ну и у вас широкий ассортимент любой тараньки, какая хочешь. Да. И лещ, и щука, я смотрю, и судак, бычок. Бычок. Бобла есть. Я вижу есть новинка. Я уже так получилось, что я уже ее пробовал. Вот. Расскажи про нее. Тут идет креветка, семга, марлин, гребешок, тунец и семга. Угу. Да. То есть это как бы новинка от производителя, я так понимаю. Мы пробовали. Появилась крупного размера 500 гривен килограмм. Вот это? Здоровая, да. Идет тоже мясистая, свежий вылог получается. 500 за килограмм, 400 за килограмм. И с икрой. А тут уже без экрана. Сейчас же она без экрана. Свежий вылог. Супер. Супер. А почем рулеты? В рулетике идет кальмар, мидия, семга, 1200. Тунец, семга, маслина, 1300. Остальные полторы за килограмм. Рулетики есть копченые и есть вяленые. Сарган. Сарган 500 гривен за килограмм. Скажите, а что это перемотанная веревочка? Что это за рыбка? Это форель радужная. Ух ты, класс. Вот такая. Вот такая. Ну что она? 500 гривен за килограмм. Штучка где-то 170-200 гривен. Супер. Есть еще у нас появился вомер вяленый. Был копченый, а вот вяленый вомер. И бывает, но быстро разбирают вяленая барабуля. Вомер 500, барабуля 450 за килограмм. Так, ну телефончик ваш вот этот, да? Да. Андрюш, покажи номер телефона. Риба Моя есть везде. В ТикТоке, в Инстаграме. Там Филипп в основном, да, ты не ведешь? Нет. Нет. Вот, покажи Филиппа. Он там постоянно вещает, отвечает на вопросы. Активно ведет себя, кстати, очень молодец. Вы работаете каждый день? Каждый день, кроме первого понедельника месяца. Ну, санитарный день. Я к тебе выбер. Да, я враженный. Что, что все? Свеженькая. Да. Блестит, так сказать, как специально намазали, но видно, что рыба просто свежая, поэтому она очень красиво выглядит. Ну, здесь... Действительно, выбор большой. Знаешь, бывает такое, что хочешь по рынку, но оно неприятно. Тут наоборот, только приятные ощущения. Нет никакого неотвращения, ни неприятного запаха. Все классно пахнет, красиво выглядит. Поэтому рекомендационка, говорят. Ну, кстати, ты же любишь, попробуй рачку, кстати. Ты же любишь ее. Можно попробовать. Конечно. О, попробуй крупную вот эту. А тут она смешанная. Ну, а эта попадает, да, там немного. Ты именно любишь рачки. Правильно? Правильно, да? Да, сейчас заведутся. Будешь дальше снимать, а я буду стоять только хрумкать и хрумкать, потому что оно же остановиться невозможно. Я тоже так делаю постоянно. Да? Филя ругается, да, на меня. А потом недостаточно на кого Филип вешает? На себя. На себя? Слушай, можно Филя прийти работать, да? Работа какая? Есть трачки, да? Есть такая вакансия у тебя? Не, ну, кстати, это очень круто. Я всегда обращаю внимание, когда я иду и вижу, что продавец ест свою продукцию, уже есть, вызывает доверие. То есть ты уже как минимум доверяешь, что вот то, что он ест, это свежее. Доверие и зависть. А иногда даже злость. Вот. Даже когда хочется покушать самому. Супер. Карин, тебе огромное спасибо. Ты справилась. Вам спасибо. Отлично. Да? Поставим лайки сразу, да? Добавим зарплату, да, 20%. Я рачками возьму. Рачками? А, тоже рачками. Да, да. Так больше, чем я заработаю. Ага, вот так вот. Ну, бывает. Ничего личного, только бизнес. Огромное вам спасибо. Вы красавцы. Вы реально молодцы. У вас всегда все свежее. Ну, и ты правильно сказал, эту точку можно смело рекомендовать. Хотя здесь большой выбор у всех, и тут просто надо ходить и выбирать. Ну, я всегда рекомендую еще одну, найти своих продавцов. Потому что когда ты уже свой продавец, он тебя знает, даже продавцы знают, что ты обычно, ну, заказываешь. Как обычно, как обычно. Я люблю так. Я у одной девочки стригусь уже, наверное, лет 20. Потому что я знаю, что я пришел, говорю, как обычно. И она меня стрижет так. И постепенно не надо запариваться, рассказывать и так далее. Ну, это вот. Я не знаю, как ты к этому относишься? Ну, все же дело привычка. У меня у вас здорово так же самое и со стрижкой, с покупками. Где уже привык, где удобно. Потому что это быстро. Быстро не надо думать, не надо принимать опять новое решение, вот кому пойти, что-то взвешивать и так далее. Тут уже все свое. Кстати, если говорить о твоем бизнесе, о Китае, у тебя много постоянных клиентов, которые постоянно к тебе обращаются? Ну, все практически. То есть уже все начали один раз с тобой работать? Ну, конечно. У людей, опять же, у некоторых, возможно, нет потребности. Вот кто-то там закупил себе оборудование для производства пельменей, привез, поставил и все. Но знает опять же тот же случай с ремонтом, когда что-то надо, или что-то начинает себе новое, или какие-то комплектующие и так далее. Поэтому всегда вернется рано или поздно. Я имею в виду, что не всегда это люди цикличные, вот как сюда. Если ты пришел раз за рыбой, то уже будешь ходить постоять. Да, да. Не всегда у нас, конечно, циклично, но в большинстве случаев люди остаются навсегда. Супер. Ну что, идем дальше. Я тебе хочу еще кое-что интересное показать. Пойдем. Еще раз огромное спасибо. До свидания. До свидания. Даня, сколько тебе лет? 27 будет вот в серпе. То есть с 21 года ты занимаешься бизнесом, или ты занимаешься раньше? Ну, можем, ну, именно с бизнесом, где-то с 21 года. Как ты пришел именно к Китаю? Была потребность, мы с товарищем, компаньоном, с кумом купили самі товар. З реалізації у нас не дуже вийшло, але на моменті закупівлі відчули, що немає просто якісного сервісу і немає нормальної послуги з доставки. Відчули в цьому потребу і вирішили, що зробимо таку послугу. Тобто, изначально купили собі, але побачили, що це цікавий бизнес. Знаешь, до речі, дуже багато молодих батьків так відкривають дитячі магазини, або дитячі садочки якісь. Ну так, це мейстрім, тому що. Так, так, так. І це дуже важливо. Дай три поради початківцям. Юним підприємцям, чи не юним, не важливо. Тим, хто хоче зайнятися бізнесом. Ну, що треба робити? Три поради від тебе. Ну, я не коуч і не вчитель. І щось конкретного тут ж не можна сказати. У тебе є досвід, це головне. Ну так, я ж до цього. Я ж йду до цього. Немає такої конкретної поради, що треба взяти з цієї точки і перекласти в цю. Це жага. Жага натхнення. Тобто, дивись, була потреба. Потреба заробити гроші. Я там почав 12 років працювати, бо хотів собі там кращий телефон. Ріга 13 мопед хотів. І ще щось хотів там. Ну, багато всього. І щось хотів придбати. Хотів собі комп'ютер кращий і так далі. У батьків змоги не було. Я не жив там, не жебракував, скажімо так. Але... Не мажор. Ну так, змоги там. Мати в мене вчителька, а батько працював на той момент міліціонером, потім поліцейським. Там грошей багато не було. Але все одно чогось хотілося. Мав працювати. Працював, працював кур'єром. Всі роботи точно не пригадаю. Колись, звісно ж, розклеював оголошення. Роздавав флайери. Собак вигулював навіть. Потім працював кур'єром. Після цього працював менеджером. Працював торговим агентом в мережі Глобіно. М'ясний такий завод є великий. Потім став там супервайзером за півроку, до речі, з торгового агента. А після цього пішов і почав займатися своєю справою. Навіть в проміжках між цим я встиг у 18 років попрацювати декілька місяців в Польщі. По Лунисю збиравши? Ні, в мене була там краща робота. Збирали, працювали на копальні, в роздягальнях шафи збирали. Непогана робота, нічого там складного немає. Навіть гарно там заробляли. Ну, але воно не моє. Повернувся швидко. Були якісь там очікування інші. Ну, точно знаю, що це не моє і за кордон це не моє. Мені це не подобається. Поїхати. Ненадовго моє. Як турист. А тут я вдома, я відчуваю тут себе комфортно. І в проміжках між цими роботами я десь там... Був раніше інтернет-аукціон Аукро. Я там продавав якісь товари, якісь іграшки, якусь канцелярію, щось. Ну, постійно щось таке було. І це було не через те, що там хотів якоїсь пізначності. Звісно, що це через гроші. Тому найголовніше це жага і найголовніше це ціль. Тобто зараз, коли фінансова потреба закрита, є на тому рівні, на якому вона була вона закрита. Звісно. Тепер є інша ціль. Тепер є ціль там гарної послуги. Тобто і зараз ціль є і ми до неї йдемо. І бізнес до цього працює. До цього йде розвиток і до цього на це спрямовані всі сили. І це вже дає, звісно, більше можливості заробітку. Ось. Ну, по-перше, це ціль. Це не то що порада, це констатація факту. Це ціль. Якщо ти хочеш там кращу собі автівку, хочеш більше грошей, хочеш мешкати в районі міста або в місті, яке тобі сьогодні недоступно. Як тільки в тебе з'являється ця ціль, то в тебе з'являється можливість до її реалізації. Тобто, по-перше, це розуміти, чого ти хочеш. Ну так, ну і це має бути усвідомлено. Ну так. Знаєш, якщо сказати там, я собі ламбу хочу. Завтра, так? Якщо ти боїшся діяти, то звісно ти нічого не досягнеш. Дань, який пенний напиток без цих красавців, да? Смотри, яка красота. Ой, просто песня. Космос. Как надо правильно держать рака. Вы не боїлись? Не, за стільки років ми працюємо, вони вже у нас, вон, видите? Дресіровані. Це саме крупне? Да. Ми ціну з'являємо в конце, да? А пока давайте почнемо з найбільших. В чому такі? Це 700 гривень кілограмм до 40 штучк на кілограм. 40 штучк. Да, уступається 650 там. Ага, даже так? То есть можно ввести от Сан Саныча, не стесняться? Супер. Такі почем? Це штучки 25. На кілограмм це 1300 гривень можна зробити в кілограмм. Этот? Це до 20 штучк на кілограмм. 1600 гривень за один кілограмм. А ви варителю там продаєте? Ну, ми заносимо, якщо, в кафе там готовять. Есть, да? Они беруть недорого. Они беруть 4 гривня с одного рака. И как надо по вашому рецепту и приготовить. То есть можно по вашому рецепту? Да. Нет, нагрузочку даємо вон все приправки, специи для варки раков. Готовить их очень быстренько. Да, не специи дають в подарок. Вот. То есть купил тебе специи дали в подарок. Да, и зеленушечку свежую. Супер. Все уже расфасовано, да? Да, да. Рецепт, если что, вы дадите? Все рассказываем, конечно. Как готовить проще? Ну, конечно. И теперь внимание. Это вот такие красавцы. Вот такие красавцы. Это две двести килограмм. Ага. Ну, которые есть, бывают чуть подешевле. Есть чуть более, ну, со средним смешанным. Ага. Ага. Это такой, видите, больше ладони. Премиум, так сказать. Да, да, да. Класс. Шикарный рак. Чистенький. Класс. Видите, такой. Аж оранжевые лапки. Красота такая. Вам можно звонить, заказывать. Скажите номер телефона. 098 223 234 2. А какие услуги вы оказываете? Доставку? Доставка по городу. По городу. Вот трех килограмм бесплатно. Если со специи, зелень в подарок. Ага. Точный вес. Все как всегда. Так что, друзья, звоните. Не стесняйтесь. Говорите, что вы Астан Саныча. Каждый день работаете? Да. В понедельник? Каждый день стараемся работать. Бываем, берем выходные. Ну, лучше позвонить заранее, да? Лучше позвонить. Бывает, тамар стоит, а доставочка работает. Это озеро Ялпут. Из моих. Это озерный рак, который очень вкусный. Это весь рак оттуда, да? Да. И тут есть все документы, то есть лаборатория, все пройдено. То есть люди могут не бояться, потому что иногда пишут, что вот. Нет, нет, нет. Вон. У нас каждый день сегодняшним числом все. Ну, чем важно и выгодно покупать на рынке, что тут есть лаборатория. Да, да. То есть это не где-то на улице, знаешь, где люди стоят, непонятно что, непонятно как. То есть весь товар, купленный на рынке, он обследуется в лаборатории. Ну, а мы только живым, вкусным хорошим товаром. Только живым. Да. Огромное спасибо. И вам. Да. В хорошем торговле, Андрюш, идем дальше. Раков много не бывает. Светочка, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Смотри. Мне, знаешь, всегда вот, я удивляюсь, они сохраняются, все живые. Как вы добиваетесь этого? Там пять бутылок льда. У нас почти холодильник свой. Ну, это же такой продукт, он же долго не лежит. Ну, конечно. А у нас его там много нету. Там больше бутылочек. Там бутылки, да. Там вот коробка, она в основном вся со льдом. Ну, вот ты, кстати, спрашивал по поводу готовки. Вот Света как раз готовит, да? Да. Вас можно заказать, вы варите. Да. Вы варите по особенному рецепту или можно заказать по-любому? Ну, мы в основном делаем классику. А если уже люди что-то просят, там свое, то мы добавляем. А так в основном, то есть укроп, синдерей, специи, соль, сливочное масло немножко, можно даже грамм 30, водочки добавить. О! Ну, это правильный рецепт, да? Да. Цена таких раков? 1200 килограмм. Это не самые маленькие, я думаю, что есть поменьше, да? Да, у меня есть сегодня поменьше, он 800 гривен килограмм. По 800 гривен тоже. Ну, тоже такой, они сильно малыши. Ну, нет, смотри, ну, хороший рак. Немножко доступные раки наши уже стали. Да. И вот такой 800 гривен. Откуда эти раки приехали? Это все измельские края. Измельские. Измельские. И еще есть, да? У меня есть вот такого вот плана, полторы тысячи килограмм, его где-то идет порядком 18-15 штучек на килограмм. До 20. Угу. Классочки. Это просто? Да. До 20 вот такого плана. И чуть-чуть. Это ваш или уже нет? Нет, это не мои. И есть крупные. А, ну покажите крупные. Я думал, что у вас нет крупных. Светочка, подождите, а что это у вас на протез для военного? Смотрите, просто у него получается протез неудобный. Ему надо поменять новый протез. Это наш герой. И сам он лично собирает для своей бригады, полностью для своей бригады, собирает денежки инвалидом. А я ему решила сделать вот такую вот помощь, как бы, потому что мне его жалко. Действительно, ему надо поменять новый протез. А, как бы, вот такая вот ситуация у нас. Ну, сейчас в стране война, и мы все знаем. Что-то маленькую дырочку сделали. Сан Санович, это честно, вот спасибо огромное. Спасибо всем тем людям, которые вот помогают нашим солдатам, вот как можем, чем можем, и помогаем. Спасибо огромное вам, ребята. Витальчик, я наберу, у меня немножко, я занята. Я знаю, что вы тоже помогаете ЗСУ, и также через вас можно отдать микрофончик. Эй, мой. Через вас же и дроны заказывают, да? Расскажи подробнее. Ну, дроны, это ж зараз попать на цитал. Товари, это необходимо. Идеи брать их только в Китай. Мы доставляем из Китая как для волонтеров, так и для боевых бригад. Люди, есть, что делают сборы, собирают гроши, приходят и замовляют до нас, потому что это выгодно. И наявности их в Украине все равно нет. Все едут из Китая, приходят и замовляют. Есть люди, которые профессионально занимаются. Виробники зараз дронов. Их стало очень много. И все такие специалисты, технари, все понимаются. И им тоже доставляем. Доставляем радиообладнание ризного типу, ризного виду. Ну, все за потреби. Антени, модули и так далее. Люди вертаются, мы находим, привозим, доставляем. Ну, конечно же. Плюс в том, что несемо за это ответственность. Ну, и это мы, что мы делаем. Людям купляем за гроши эту тематику. Мы берем незвичайный свой процент. Берем тупо на покрытие витрат на этот процесс. И все. А с привода того, что мы помогаем, есть у нас бригады. Третя штурмова бригада, бригада «Аспартан». Мы им досить добре, я рахую, допомагаем. Мы за свой рахунок, из того, что можем делать там. Нещодавно у нас було п'ять дронів, закупили за свой рахунок. Десять дронів, вернее. Роздали їх просто там по дешо-підписникам, дешо нашим знайомим. Объедправляли по Украине. Зараз ще їде п'ять. Те ж вони, ну, ці підуть п'ять до «Аспартана» одразу. Ну, в межах своїх можливостей все робимо, допомагаємо. А ще, зараз анонсую, у нас для ВПО, для людей, які понесли збитки, для бізнесів, які понесли збитки, пов'язані з війною, з ракетами, з прольотами. Всі, до кого доторкнулися військові дії, отримують від нас безкоштовну нашу послугу з пошуку постачальників. Тобто, що їм треба на відновлення своїх помешкань, бізнесів, складів і так далі. Від нас вони отримують підтримку. Безкоштовно ми їм допоможемо знайти, перевірити, провести, прогарантуємо, щоб їх закупівля була безпечною. І 30% дамо знижку на доставку. Це, по факту, буде собі вартість. Просто, щоб люди могли замовити собі чи обладнання, чи мебель, чи стройматеріали, і просто відновитися, стати, так скажімо, на рельси до воєння. Тобто, ви оказываєте безкоштовну послугу для виконання? Зараз ми цю послугу анонсуємо. І в перший день закінчення війни. Це, до речі, ще до того, щоб спонукати теж людей повертатися із-за кордону, що є такі, як пільги. Теж ми хочемо вкласти сюди свою, скажімо так, долю. Це дуже важливо, щоб люди поверталися. З першого дня закінчення війни люди можуть до нас приходити і казати, що ось ми чи ВПО, чи постраждали наслідок військових дій. І ми, я ж кажу, що безкоштовно допоможемо і все зробимо. Проконсультуємо, це взагалі не питання. Тобто, вони можуть звертатися також на ваш інстаграм, писати вам, так? І вже якось з вами домовлятися? Не можуть, а хай звертаються. Звертайтеся, не соромтеся, це нормально. Будемо допомагати і спопрацювати. Супер. Дякую і тобі, і дякую, Светлане. Вам дякую. Дякую, що ви теж таку допомогу робите. От ім'я вирішила хоч чим-то. Це дуже важливо. Ми питаємося солдатикам відправляти посилки, туди все. Але в будь-якому випадку і питаємося і таким образом теж зібрати солдатикам. Хоч чимось допомогти. Хоч якось. Ця скринька стоїть тут? Я її, взагалі, там ставлю на 100. Ну так, вона буває у мене тут. Друзі, приходьте, ви знайдете тут біля Светлани, хто хоче допомогти. Або може вам можна дзвонити також? Ні. Лише кращий слід. Ну так, нехай вони приходять. Мені дзвонити не треба. Діло в тому, що він дійсно сам інвалід і собирає для своєї бригади гроші. Питається хоч якось допомогти. А ми питаємося йому допомогти, тому що він дійсно не може ходити на цьому протезі. Дякую. Це дуже важливо, що навіть в цей час, скільки пройшло часу, люди не байдужі. Бо спочатку, ти пам'ятаєш як було, спочатку всі бралися, всі допомагали, а зараз ой ми устали. Знаєте, Сан Санович, ми взагалі перед цими хлопцями в великому боргу. Ми в великому боргу. Ми спимо в теплих хатах, ми працюємо, заробляємо гроші вдома, а вони дійсно, просто перед ними низький уклін. Це найголовніше. Я згоден згоден. Це все, що ми можемо зробити. Дякуємо вам за допомогу і дякуємо за СУ. І вам велике дякую, що ви мене трошки. Ми тут можемо зараз і працювати далі, і допомагати. І дійсно, їм низький уклін. І вам дякую, Сан Санович, що ви робите добру справу. Ми всі робимо. Знаєте, я себе оточую тільки добрими людьми, бо інших в мене не буває. Ну і давайте до великого рака, бо він нас чекає. Так, у мене сьогодні ось такий є, чуть поменше, ось такий гарний є, у мене 1800 гривень. Це дуже скромно. І там великі, мабуть? Так, дві тисячі гривень. Ось такий гарний рак. Щас линька йде, і його мало такого красивого йде. Дякую. Свєточка, вам можна дзвонити, до вас можна звертатися. По купівлю раків, по варку раків. Ви робите доставку по Одесі? Так. Ну ні, вже почали відправляти по Україні. І по Україні також відправляють? Так, люди вже більш-менш не такі вже жари. Доходить? Доходить. Люди пишуть, що доходить. І ми вже відправляємо. Кажіть номер телефона. 067-92-33-868. Ось чуть-чуть розтілялося. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дуже багато людей мене питають, а де на привозі рачка? Чи є рачка на привозі? Скільки вона коштує? І взагалі, що таке рачка? Бо не всі розуміють. Кажуть, по чому ваша крів'єтка? Ну яка крів'єтка? Це ж рачка, так? Так. Мар'янка, доброго дня. Здравствуйте. Я рад тебе бачити. Я вас теж. Ти перебралася сюди, так? О, диви, який сервіс. Так. І що у тебе по чому сьогодні? Раскажи. Така крів'єтка стоить 120 гривень за 100 грамів. Це у нас дунайська, так? Так. І ось така ще є. І це теж дунайська. 100 гривень за 100 грамів. І ось така морська. Теж 100 гривень за 100 грамів. Але вона вже мелка, маленька. Ось така. Вона вже вся варена, вся готова. Так. Можна просто її її. Вся вареная. Вкусна і свежа. Угу. Сподобалось? Так. Я дуже люблю рачка. Це найкраще. Те, що треба до пінного. Я бачу, ти упаковуєш термопакети, так? Термопакети, звісно. Щоб не поїхалося. Супер. Клас. До речі. Не було нещодавно. Не було? Вогоня була з рачком, бо не було. Був запрет, так? Так, так, звісно. Так і зараз теж. Вон, вон, видите, кає маленьке ловиться. До речі, у Данії неподалік є пивний магазин. І є акція для наших глядачів, для тебе в тому числі. 8, 9 та 10 включно. Якщо ти прийдеш до нього в магазин, зробиш сторіз. Просто так скажеш, я в магазині такому-то. Я поняла. Такому-то, такому-то. І викладеш. Знаєш, що буде в подарунок? Пів літра піва. Яке піво до речі? Вайсбург. 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 Додивись це відео до кінця. І там буде адреса магазину. Бо ми зараз якраз після твоїх рачок, завдяки магії монтажу, ми, собственно, відправимося туди. І наші глядачі вже будуть знати і адресу. А тобі можна дзвонити? Замовляти? Можна, звісно, так. Кажи номер телефону. 1099 277 59 40. Але ти знаєш, я не знаю, як це бросити і піти до тебе в магазин. Бо це дуже смачно. Так. Воно солоненьке. Зараз знаймося. Те, що треба буде вже забувати. Те, що треба. Ммм. Ну що, магія монтажу. Полетіли. Чудове місце. Тераспольська площа. Як ти ще обрав місце? Зайшов в оголошення, почав шукати приміщення. І це було друге приміщення, яке я побачив. І ще, до речі, я їхав якраз по вулиці Приображенської. Я чудалі був. І якраз їду повз, дивлюсь в описі Приображенської. І так візуально дивлюся, побачив його. Одразу зателефонував дівчинка. Каже, 10 хвилин під'їду. Вона під'їхала. Ми погодили все на місці. І ось ми тут. Приображенська, 29. Це номер можна знайти. Орієнтир. Це кільце Тераспольська, Приображенська. Ось. Приображенська, напроти, тут простор. Пішохідний перехід. Ну, це місце всі одесити впізнають 100%. Ну, я так думаю, що так. Місце класне. Місце проїзне. Центр міста. Ну, і так вже, навіть я бачив таке преміальне, можна сказати, піво. Бір, хотів сказати, бо читаю, що бір. Яке пиво? Смартбір. Чому така назва? Бо я ж маю компанію Смартрек, подостався з Китаю. А, це все смарт. І тут, ну, це розумно. Ага. Щоб довго нічого не придумувати. А може колись я захочу це поєднати. Так, це ідея така собі. Ну, а вдруг? Ніхто ж не знає. Пиво та Китай. Китай та пиво. Йдемо всередину сразу. Зробив справу і можна по пиву. Так, чудово. Заховемо. Давай пропустимо нашого оператора. Що ми маємо? Маємо холодильник з пляшкою. Пляшка в нас теж нестандартна. Ага. Тут представники такі. Преміального сегменту для людей, які цінувачі. Це львів'яни, а це миколаївці. До речі, вони були на Бірфесті, де ви там були. Ну, мені дуже подобається це пиво. А це львів'яни, це цей самий Зених. Це та пивоварня правда. Хто був у Львові, в центрі міста, на площі ринок, всі знають цю пивоварню. Так. Ну, дуже смачне пиво. І їх Зених в нас теж є в розливі. Це їх пиво також. Так. Ну, Зених їх пиво. Далі у нас є вайбер кугорудзяний бланш. Люди вже прийдуть самі побачити. Тут же інші представники, але всі протестовані. І всі такі, можна сказати, краще з кращого. Угу. Чудово. Кондиціонер працює. Це в таку ж руку. Наш, до речі. Супер. І запах. Його немає. Бо інколи заходиш десь, ну як то кажуть, шмурдячком пахне. Ну це важливо. У тебе все свіже і немає запаху. Це кльово. Це важливо, тому що, ну як щось можна купувати, де воняють. Я так розумію, це для нас приготували? Так. Давай скуштуємо. Я бачу, у тебе є така стіечка, так? Угу. Давай ось тут скуштуємо. Стіечка, це знаєш якраз що, хтось прийшов з роботи. Розраховуємо на те, що може якась буде черга чи ще щось. Людина може собі присісти, трошки переглянути телевізор. Я бачу, до речі, там доросла розмова йде у вас. Все пофіншує, так? Що ще? Що ще? Так, розказуй, що ми тут будемо куштувати? Так. Конина, це карнації ковбаски сушені. А це, пропонуюсь всього і спробувати, це ікра тостолоба. До речі, сьогодні ми ходили, ще я такого не бачив, а в нас можна спостувати і спробувати. У вас має. Чудова. Пригущайся. А ти? Я звісно теж. Але ти перший спробуєш. А, я зрозумів. Ага, я зрозумів. Мягусенька, свіженька. Можна. Мммм. Дніпровська. На цьому можна прямо й зупинитися. Скажи, будь ласка, ти даєш роботу, до тебе можна звертатися по роботі? Шукаємо реалізаторів і в нас в планах мережа реалізатори 100% потрібні будуть. Заробітню платню в подібних закладах ми проаналізували. Робимо пропозицію щедру, вищу, скажімо так, за ринок. Вища ринка? Так, так. Реалізатори потрібні, тому звертайтесь, пишіть, дзвоніть, набирайте. Скажи, будь ласка, чекаємо. Які вимоги? Ви собі замовляйте. Які вимоги до продавців? Має бути активна, мати гарний зовнішній вигляд. Це важливо, тому що це магазин, люди по більшій частині повертаються до продавця. Готова людина просто працювати. Бажання працювати. Просто бажання працювати. Хоче завтра, може завтра викликати. Хоче більше заробляти, можемо про це думати. Більше в нас є ставка, є відсоток, тому все зав'язане на людині. І ставка, я ж кажу, вищу ринкову пропонує. Зараз ви бачите номер телефона, по якому можна дзвонити. Не чекайте, не соромтесь, приходьте. Ну і тут же все одно, якщо людина соромиться, то вона не підійде. Бо людина не має соромитися, має пропонувати. Має пропонувати закуски, снеки, того ж самого рачка. Має трошки розумітися на пиві, щоб можна було щось підказати, яка там герчинка, який хмель, який світлий, темний. Чому бланш, а чому не треба сьогодні брати бланш, якщо що, якщо настрій такий в людини. До речі, при пошуку роботи треба звертати увагу на керівника. Ти молодий, ти амбіціозний, ти знаєш, що ти робиш. І я так розумію, якщо в тебе планах є мережа, то є і можливість кар'єрного росту. Тобто можна начати тут з продавця і далі десь і керувати мережею, наприклад, бо можна зростати в компанії. У тебе, до речі, є такі приклади? В нашій компанії? У нас всіх приходять, безпосередньо є у нас хлопець самій. Був однокласник, але це ніяк не стосується справи. Він прийшов менеджером з продажу, зараз він керівник відділу, маркетингу так само. Один хлопець прийшов сценарістом, зараз він керівник відділу. Люди, які приходили на якісь посади менші, зараз отримують і більшу заробітну платню, і інші посади. Тому, звісно, ми розширяємося, додаємо відділи, створюємо нові посади. І, звісно ж, немає таких спеціалістів, що ти взяв і знайшов готових спеціалістів. Всі приходять, навчаються. До речі, у вас є навчання в компанії? Як ви навчаєте? У нас така специфіка. Підприємства, я ж кажу, спеціалістів немає. Якщо це продавчиня, то продавчиня може бути. Якщо це наш менеджер-байер з закупівлі, у нас своя специфіка, ми по-своєму перевіряємо постачальників і так далі. Тому людина приходить і навчається. Є, можливо, якісь базові параметри, які нам треба. До прикладу, як ми шукаємо спеціалістів до нас у СММ-відділ. Вони мають розуміти, як налаштувати камеру, що треба ввімкнути 60 кадрів, 4К. Це мають вони розуміти. А загальним потім, як писати ті сценарії, як знімати скетчі, то це вже їх навчає керівник відділу безпосередньо на місці. І всі приходять до нас, отримують величезний досвід, ростуть. За цей рік в мене в компанії четверо людей придбали собі нові автівки преміальні. Одна там зараз планує квартиру купляти, інші, до речі, квартиру придбали. Але працюючи в нас, працюючи і заробляючи в нас. Тому, я рахую, це теж показник надважливий. Це дуже важливий показник. Надважливий. Тим паче, що зараз такий час. І ми і допомагаємо, і заробляємо. Я ж кажу, що якщо приглянути нашу сторінку, ми раніше цього не робили, не публікували. Зараз вже почали це робити. І люди самі не проти, кому ми допомагаємо. Дрони відправляємо. Хлопці самі там записують відео, нам подяки і так далі. Ми вже це показуємо. І це воно навіть самому приємно, що ти можеш приймати участь і допомогти тим, в чому ти можеш бути корисним. Ну і звісно, наша професія зараз пов'язана з допомогою. Доставляючи дрони, ми наближаємо перемогу. Тому ми це робимо якісно, швидко та професійно. Що ти робиш, Сан Саныч? Я хочу нагадати тобі та нашим глядачам, що сьогодні, тобто 8, 9 та 10 серпня, включно до 22.00, діє акція. Яка акція діє, Сан Саныч радіє, ти сказав? Сан Саныч діє, акція діє Сан Саныч радіє. Так, це правильно. Тобто приходьте в Smart Beer і яка ще раз тут адреса? Прибреженська 29, це щоб зручніше за навігатором знайти. Ну це Тираспольська, кола Тираспольська. Тобто приходьте, просто робіть сторіс і в подарунок получайте ось... 05 Вайсбурга. Холоденькі, свіженькі. Беріть, дегустуйте, пийте, на здоров'ячку. Але я ще заказав, замовив у вас ще і банку. Як раніше. Банку, так, як раніше, дивіться, друзі. Це наш козиль. Так скажімо. Так. Найсмачніше пивозеник з львівської пивоварні «Правда», в бутильочку, холодненьке таке, потне, так що беріть і смакуйте. Ідіть до когось в гості та заходьте сюди. Чудово як подарунок, має чудовий вигляд. Просто подарунок. І також у вас дуже багато смаколоків до пінного. Мені дуже було приємно з тобою поспілкуватися. Дякую. Взаємно. Декілька побажань нашим глядачам. А яких побажань? Очікувань. Чекаю в гості. Акція буде тривати. Можливо, ще й продовжимо. А побажання тільки ж одне, щоб був час, була наснага. І були гроші, звісно, для того, щоб споживати гарні напої в гарних місцях. Дуже приємно. Велике дякую. А я, знаєш, коли пішов? Пішов монтувати цей випуск, бо його треба срочно випускати в ефір. Це правда. Дякую. Доки ще є пиво, скористуйтеся нашою акцією. Приходьте. Приходьте. Пока. Все. Пока, Сан Садович. Дякую. 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 Дякую.